Я уже занимаюсь цветами 8 лет. Это будет мое 8 марта и перед праздником мы, как обычно, делаем закупку упаковки. Самые ходовые цвета у нас в отделе это салатовый, красный, розовый, малиновый, белый, сиреневый. Вы не прогадаете, если закажете только эти цвета. Эти цвета всегда востребованы. В этот раз я сделала заказ на сайте или тупак. Здесь вот как раз есть такой логотип этой компании. Я очень давно, когда мы начинали еще работать на фирме, я видела, что там есть этот знак или тупак. Когда я заходила на этот сайт, там нужно было заказ сделать, допустим, надо было коробку упаковки одного цвета взять. То есть, допустим, коробку красной упаковки, коробку зеленой упаковки. То есть, они работали только с крупными оптовиками. А в этот раз, то есть, у них закупка уже идет от трех тысяч и можно купить одно номинование по оптовой цене. Выбор там довольно-таки большой и поэтому в этот раз я сделала там заказ. Посмотрим, какие новинки они предлагают. Они предлагают там новинки. У них отдельный графон идёт новинки. Всегда хочется знать, что же нового появляется на рынке. Это крафт-каттон. Такой вот интересный. Он больше похож на ткань. Больше похож на ткань. Такой как бы лен, такой плотный лен, на котором нанесен рисунок. С одной стороны рисунок, с другой стороны его нет. Он такой симпатичный. Там, кстати, разные-разные расцветки тоже есть. Вот такой крафт-каттон. Это новинка. Он не держит форму, он падает. Мне он не понравился. Во-первых, цветы теряются. Даже не знаю, куда я его теперь деду. Вот такой очень мягкий, слишком мягкий материал. Надо будет подумать, куда его теперь реализовать. Реализовать. В общем, нет. Но можно сшить, наверное, платье из него. Это какое-то, как тряпочка такая. Следующую новинку смотрим. Следующая новинка. Это не я так считаю, это считает такса. Это как бы у них представлены так новинки. Так, это у нас нетканый материал EMBO 3D. Цвет мятный. Рисунок вензель. Похож на такую пленочку. Немножко полупрозрачную. Вот, смотрите, да? Немножко моя рука просвечивает. Очень красивый рисунок. Цвет тоже очень приятный, мятный цвет. И он не мокнет в воде. Видно, что это такой не мокнущий материал. В общем-то, практичный материал. Симпатичная. Ну, здесь просто сочетание цветов найти другое. Здесь с этими цветами может быть. Я просто хотела посмотреть, как вообще она себя ведет, эта бумага. Она имеет место быть. Можно ее оставить. Тем более стоимость у нее всего 100 рублей за 5 метров. Довольно-таки недорогой вариант. Красивый. Следующая новинка у нас это джур бумажный. Здесь всего 4 метра. Я его заказала в двух вариантах. У нас самые востребованные цвета это красный и салатовый. Вот я их как раз и заказала. Вот такой приятный на ощупь джур бумажный. Вот так вот. Такой он тоже полупрозрачный. Натуральный такой. Видно, что натуральная такая текстура. Очень приятная на ощупь. Тоже, конечно, он будет не намокать. Практичный довольно-таки материал. Но вот что-то как-то крошится у него. Кончики вот очень легко украшаются. Я пробую сейчас завернуть бумажный джуд. Мне нравится на ощупь эта бумага. Очень приятная. Очень приятная на ощупь. Красивый зеленый цвет салатовый. Очень приятная на ощупь. Можно ее без в секунду. Просто завернуть. Кулечек такой. И симпатично смотрится довольно-таки. Мне нравится. Мне нравится очень. Симпатично. Хорошая бумага. Это джуд бумажный. Следующая новинка. Упаковка Стеллату. Тоже она представлена вам в нескольких у них вариантах цвета. Сейчас посмотрим, что это за материал. 4 метра в рулоне. 200 рублей. Оптовая цена. Такие штрихи как-то. Штрихи на розовом цвете. Ну, конечно, все это, когда начнешь работать с упаковкой, тогда уже поймешь, что классно, а что не очень. Необычная новинка. Называется Миранж. Миранж. 4 метра. Я взяла в цвете зеленым. Такая тоненькая-тоненькая пленка. И она очень напоминает голографию. С одной стороны, видите, она очень блестит. Голография такая. Переливается немножко с голубым цветом. Здесь какие-то оттенки еще оранжевого, желтого. Ну, в общем и целом, как бы зеленый салатовый цвет. Как бы основной такой тон. И то, что она блестит. Не заткнет ли она сами цветы. Следующая новинка это Полиджут. Полиджут. 4 метра. Цвет я взяла красный. 4 метра в рулоне. 238 рублей в рулоне. Это искусственный материал. Видно, что это искусственный материал. Он немножко похож, чем-то напоминает бумажный джут. Но джут бумажный. Видно, что он натуральный. И сетка более крупная у него. Ячейки крупные. А здесь более мелкая такая текстура. И вот эта интересная тоже упаковка новинка. Импринт. Импринт перфорированный. Здесь 5 метров. Цвет пурпурный. В общем, здесь на полотно, тоненькое такое полотно, нанесен спазной рисунок. Такие мелкие-мелкие незабудки. Пока не говорят. Незабудки. Вот так вот на белом материале. Если его сделать, то будет неплохо. Вот так вот. Когда на 8 марта очень много людей, то букеты иногда некогда делаться. Просто заворачиваем красивую бумагу. И я думаю, такой импринт симпатичный будет смотреться неплохо. Такие вот. Можно даже просто 3 хризантемки завернуть. И на белом фоне. Это вот праздничное довольно-таки. И лет. Значит, какую я еще упаковку заказала. Сейчас я вам покажу. Такие пакетки, мешочки для подарков там. Расцветки разные. Сейчас я поближе покажу. Это у нас идет вот так вот нежно-розовый сизаль. Ярк-розовый сизаль. Горшочки. Тоже сизали для композиции. Взяла. Они недорогие. Там много различной ленты. Я взяла прям самые такие дешевые. Выбрала позиции. Тоже смотрите. У меня в основном такие цвета. Нежно-зеленый. Малиновый. Это вот эмба. Лента эмба. Это обычная лента. И там много ленты идет из кружева. Это, я думаю, к свадебным букетам очень будет хорошо. Мне очень нравится лента органза. Тоже здесь представлена нежно-зеленая салатовая и поярче зеленая. Это белая еще органза и розовая эмба. И сиреневая органза. Зеленая эмба. И обычная совсем такая. Взяла дешевенький так попробовать бумажный джут. Что-то такое дешевенькое. В листах там много упаковки. В листах тоже идет. Вот такая зеленая взяла. Сизаль такой вот для букетов. И еще какую-то я взяла. Где она? А, еще она там на дне налет. Зеленый и вот такой вот песочный сизаль. Такая сжатая бумага. Ни разу не работала. Но мне нравится, как она смотрится в букетах. Она такая длинная. Хочу попробовать поработать с ней. В двух цветах я ее взяла. Так. И здесь уже такая обычная упаковка. Ага, здесь значит фетр. Фетр интересный. Вот этот вот 3D. Не знаю, видно его. Вот 3D. Видите? Фетр 3D. Мой любимый органза. Самая любимая золотого оттенка. Ну и здесь разный фетр взяла. Нежно-лимоновый. Кажется, что это белый. Нежно-лимоновый. Такой нежно-зелененький. Фетр малиновый. И здесь что? Крафт-бумага. Там разные-разные. Очень много разной крафт-бумаги. Я взяла несколько номинований тоже. Крафт-бумаги для букетов. Ну и пленку взяла. Пленка, потому что люди будут по одной веточке брать розу, хризантему. Пакеты подарочные. 20 на 30 сантиметров, 30 на 40 сантиметров. Тоже большой выбор у них. Можно купить и поштучно, и можно упаковками побольше. То есть, как бы там идет одно номинование, допустим, 12 или 20. Конечно, хорошо, когда, допустим, вы покупаете упаковку не один цвет, одно номинование. Вот, допустим, как я взяла одну такую. Одну такую. Просто мне хотелось посмотреть, что это за упаковка. И тогда уже исходя из этого, можно было бы взять два-три цвета одного какого-то номинования. Потому что, допустим, если вот я взяла такую нежно-метную, да, и был бы еще, допустим, нежно-розовый такой уже оттенка или какой-то лимонный, можно было бы их вместе сочетать. И тогда было бы более интересно. А так она одна. То есть, это уже она, естественно, ни с какой другой фетром она не сочетается. То есть, это, ну, в принципе, вообще-то можно попробовать ее сочетать с каким-то более таким дешевым фетром, чтобы посмотреть, как она будет. И тогда уже приобретать уже потом. Соответственно, уже что-то приобретать уже еще в дальнейшем. На этом сегодня все. До свидания, дорогие друзья. Желаю вам всего самого наилучшего. Тер��ris. Терлантилик. Бог.